Часовое знамение Победы. Эта всероссийская акция стартовала сегодня в пятый раз. В течение месяца школьники-чувашие будут нести караул у символа Великой Победы. Юно-армейцы Чувашской Республики на торжественное мероприятие, посвященное открытию всероссийской акции «Часовое знамение Победы», построенное полковню Чехов. Здравия желаю, товарищи юно-армейцы! Здравия желаю! Здравия желаю! Сегодня в строю кадеты юно-армейцы и курсанта детской полицейской академии. Они тренировались синхронно чеканить шаг, чтобы из рук ветеранов получить копии знамени Победы, которые советские воины водрузили 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага в Берлине. Копии знамени они заберут в своей школы и будут нести в вахту памяти, а затем передадут в другие учебные заведения. Стоять длительное время неподвижно, непросто, но школьники знают, ради чего. Мой прадед воевал на фронте. Он рассказывал, как они сидели в окопах, и там начал проезжать танк. И как там был выстрел, и все осколки полетели прямо в них. Мой прадед попал в грудь, и он жил лет 30 с этим осколком в груди. Воспоминания о том, как началась война, у многих ветеранов похожи. Только сдали выпускные экзамены в школе и погуляли на выпускном. Даже аттестата не успели получить. После войны получил артистат, после этого образования. На пути у меня такое, чтобы вы всегда были на высоте, на высоте. Учились хорошо. Акция будет продолжаться около месяца. За это время копии знамени Победы должны побывать в каждой школе. Я поздравляю вас сегодня с таким прекрасным событием, с вручением знамен. А наши боевые знамена, они врагу не сдаются. И теперь вам нести это знамя не только целый год, а теперь нести это знамя всю жизнь. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.